Мне вас жалко, вот когда я молодой был, должен вам сказать кое-что. Я просто заперт был в здании, в нескольких точнее. Не в тюрьме, аль-хамду-ли-лях. Называется пансион, или интернат. И 9 лет я там учился, с 14 до 23, аль-хамду-ли-лях. Сейчас я говорю аль-хамду-ли-лях, тогда я говорил астагферуа. И суть в чём? Когда я там находился, я не мог ходить туда, куда большинство ходят. И вот мне, да, вас жаль. Нет, ведь лучшие предложения ко всем вам поступают, скажите, прав я или нет, ко всем вам поступают лучшие предложения в возрасте от 20 до 25. Тогда много кто сватается. И знаете, почему так происходит? Потому что тебя рекламируют. Понимаете меня? Похоже, нет. Вот все вот эти свадьбы, на которые вы каждый год ходите, когда мама вас одевает, чтобы вы привлекательно выглядели, чтобы всё идеально сидело. Сёстры этим вас рекламируют. Вас рекламируют каждый год тем, к кому вы ходите. И вас, братья, тоже рекламируют. В том числе для этого свадьбы и делают. И тётушка уже давно мониторит дочку твою. Сколько ей там? 16? Так, два года осталось. Сколько ей 18? Ага. Тётушка приходит к вам домой. И сватает сына. Там вот у меня сын или дочь у меня для твоего сына. А тётушка из этой семьи такая... Не-не-не. Рано ещё. Мальчик маленький ещё. Образование надо закончить. Вот когда закончит, тогда посмотрим, не сейчас. И захлопывают дверь. Уж сколько всяких критериев у них, даже не знаю. Так усложняют. Хотя в лицо говорят не всё. С 20 до 25 это самый лучший возраст для того, чтобы посвататься. А большинство из вас не сватаются из-за родителей. Куча условий они выдвигают, усложняют. Вот, например, расскажу вам, как есть. 25 лет назад... 25 лет назад... У нас в Англии человека даже не спрашивали об аттестате о полном среднем образовании. Вы знали? На образование особо не смотрели, тогда его ни у кого не было. Точнее, мало у кого. Не было аттестата о полном среднем, да и ладно. Если был аттестат о средней успеваемости, раньше так называли аттестат об окончании средней школы. Этим люди довольствовались. Потом этого перестало хватать, запросы выросли. Родители начали требовать, чтобы у жениха был аттестат о полном общем среднем образовании. Потом захотели, чтобы степень была у него. Лет через 10-15 начали говорить, нет, нет, нет. Надо, чтобы у него не только степень была, но ещё и работа. В итоге женихи степень получали, работу находили. А недавно знаете, что уже начали требовать? Степень, работу, И чтобы у него были отложенные деньги на то, чтобы впоследствии купить землю, квартиру или дом. Чтобы на счету у мужчины лежало достаточно денег, чтобы купить себе жильё. И если посмотреть на этих братьев, которым сейчас года 32, когда у них всё это есть, если на макушку их посмотреть, она как ММ Дэмс. Видели, какая у этой конфеты лысина? Гладкая и блестящая. Вот так выглядит макушка его головы. Лысый он, сёстры. А ты, моя сестра, что делал последние несколько лет? Ты же ждала своего прекрасного принца, который к тебе придёт лет в 29-30. И ты и она независимо жили крайние несколько лет. Почему я вам это говорю? Чем раньше вы женитесь, тем лучше, потому что молодые легко сходятся друг с другом, очень легко прощают друг друга, и притираются, адаптируются друг к другу очень легко. А людям в возрасте бывает очень трудно поладить друг с другом. Чем ты старше, тем сложнее тебе притираться к людям. Вот, например, маленькие дети. Говорит тебе, «Я больше никогда не буду с ним играть! Никогда!» Через 5 минут уже играют. Мы же постоянно это видим, так или нет? Ну, 5 минут и всё. То есть, молодая пара, она, знаете, вот взять дерево, оно начинает расти с зелёного стебля, и эти стебли легко обвивают трильяжную сетку. А по мере того, как дерево стареет и стареет, тем более твёрдым становится, гибкость теряет. Его уже трудно обвить вокруг трильяжа. То же самое и вы. Чем вы старше, тем труднее вам. Когда ему уже года 32, тебе лет 30, 31 там, вы уже прожили много лет независимой жизнью, каждый по отдельности. Она может тебе сказать, Не буду это делать. Этого делать я не буду, извини. Там, где я жила, я этого никогда не делала. Я тебе не рабыня. Для этого кого-нибудь другого найди. Я этого делать не буду. Окей? Так и будут возникать споры, потому что не могут друг другу притереться. Вот я вам говорю, когда тебе 28, 29, 30, и родители тебе говорят, теперь всё есть. Степень, работа, финансовая подушка, и человек, который к тебе посватается, уже не будет задавать те вопросы, которые бы задал 5 лет назад. Лет 5 назад, когда тебе 24 было. Вопросов-то особо не задавали. Просто мы хотим, чтобы твой сын нашу дочь взял в жены. Или дочь за сына вышла. А сейчас тебе 29. Они говорят, типа, А чё это ты не женился за все эти годы? Сколько раз тебе отказывали? Или скольким ты отказал? Теперь уже ищут изъяны. Так или нет? В 29-30 женишься, люди думают, почему он до этого не женился? Почему так поздно женится? Что такое? С семьёй что-то не так? Подозрения. Нет Бога, кроме Аллаха. Вот знаете, что сказал пророк, пророк, саллиллаху али-хи-всалям, говорит, О, молодёжь! Те, которые могут жениться, имеются в виду молодые люди. Те, кто хочет жениться, пускай женятся. А если не можете, поститесь. Пост защитит вас. И когда я говорю пост, я имею в виду пост, когда ты реально голод чувствуешь. Понимаете, да, о чём я? А не такой пост, когда ты на ифтар капитально объедаешься. Так сильно, что живот, как дыня, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Не о таком посте, я говорю. Не о таком посте, когда ты даже тахарат удержать не можешь. Настолько объелся. Братья на травихе говорят, шейх, я не могу удержать свой тахарат. Я говорю, а расскажи мне, что ты ел на ифтар? И к тому времени, когда он съест все эти кебабы, всю эту самсу и другие блюда, чем братья только не наедаются. Я говорю, брат, у тебя в животе цунами. Понимаете? Вот-вот наружу выйдет. И каждый раз, когда в коллективном намазе ты делаешь поясной поклон, или когда после второго раката делаешь земной поклон, и мама говорит, после второго раката возможно утечка газа. Так что, аккуратней, да? То есть, я говорю о настоящем посте, когда доводишь себя до голода. Вот это страсти твои утихомеривает. О таком посте пророк говорил. В общем, с 20 до 25 лет, это возраст, лучший для сватовства. Там вопросов нет. Потом уже идут придирки. И все это потому, что каждый приходит и добавляет своих условий. Чтобы жениться, всего-то нужны 3-4 пункта. А тут родители пришли, еще от себя добавили, бабушки, дедушки добавили, и тетушка, конечно. Она-то уж столько условий добавит, как будто сама снова замуж выходит. Понимаете, да, тетушки, зачем вы так жизнь людям усложняете? Причем, иной раз там бред всякий. Вот бред, реально говорю вам, просто бред. Он должен быть выше тебя. Прав я или нет, скажите мне? Как будто это золотое правило. Прав я или нет? Если он чуть ниже тебя ростом, то мы, к сожалению, вам отказываем. Да вы что, дайте шанс человеку. Он может туфли носить на платформе. Или к доктору Мартинсу его отвезти. Повыше станет. В крайнем случае, лестницу вам подарим. Как-нибудь выкрутимся. А то, типа, если он на один, на два года будет младше, чем ты, мы этого не допустим. Так или нет, ребят, ну? Большинство. Хорош, ребят, говорите со мной. Я же за вас здесь заступаюсь. Да, хорошо. Слышали, да, брат такой, типа, да, я младше нее, я ниже нее. Пожалуйста, шейх, скажите им. Да, сестры, были в такой ситуации, когда у вас жених на примете есть, чуть младше вас. Когда посланнику Аллаха, салаллаху алейхи у салям, было 25, он женился на Хадидже, да будет доволен я и Аллах. А ей сколько было? Мне послышалось 14? Или вы сказали 40? 40, да? 15 лет разница. Две версии передается о ее возрасте. По одной 40, по другой 28. Так или иначе, все равно она была старше пророка. Она была вдовой, несколько детей было, и пророк выбрал ее. Попробуй объясни это своим родителям. Они скажут, но это же был пророк, салаллаху алейхи у салям. Это не про нас. Что? Нам нужна 19-20. Нам-то куда до них? О боже, и они все пополняют список? Мол, вот одно у них у всех должно быть. Он должен быть привлекательным, она должна быть красивой. И под привлекательным и красивой они имеют в виду привлекательным и в их глазах. Для них красивой. Кто вам сказал искать красивую? Вот скажите своему отцу, мой уже умер, да помилует его Аллах. Мне он не мешал, аль-хамду-ли-лях. Но если вам отец своими ненужными условиями мешает, скажите, пап, ты женишься или я? Серьезно, маме своей скажите, я знаю, вы сказать такого ей не сможете. Но хоть через кого-то. Ты женишься или я? Красота, это дело субъективное. Некоторым нравятся приплюснутые носы. Серьезно, сестры, если у вас такой, некоторым мужчинам нравится нос как пуговка. У вас и так пуговки, 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 пуговки везде. Подходит, аль-хамду-ли-лях. А некоторым женщинам нравятся носы с горбинкой. Как у самолета Конкорд, может, она полетать хочет. Понимаете? Нравится ей. Каждому свое. Как пуговки, носы бывают остренькие, люди высокие или толстые. Некоторым людям нравится потолще. Я не выдумываю. У одного брата спрашиваю, какую ищешь? Он говорит, ну, надо, чтобы она была... Я это не выдумал. Говорит, у другого брата спрашиваю, какую ищешь? Он говорит, ну, мне надо, чтобы стопы ее были поменьше. Честно, заморачивается на этом. Помню, сестра одна однажды говорит, не люблю, когда у парня кудрявая борода. Ну, вот такой вот у нее пунктик. Одним сестрам нравится кудрявая борода, другим нет. Каждому свое. Не надо списком условий усложнять жизнь. Главное, чтобы вам нравилось. Честно, если список ваш содержит в себе 20-30 пунктов, кто ж под него подойдет? Это ж трудно. Чем больше ваши родственники добавляют в этот список, тем сложнее. Это как посланник Муса, мир ему приказал сынам Исраиля корову зарезать. Зарезать корову это любую значит. Они сказали так, какую именно корову зарезать тебе Аллах велит? Аллах не спослал, что она должна быть не старой, а молодой. В итоге они снова к Мусе. А какого цвета? Аллах Мусе не спослал ответ, что она должна быть ярко-желтой, чтобы когда смотришь, диву даешься. Они снова к Мусе. Опять какой-то вопрос придумали. Еще сильнее себе задачи усложнили. Говорят, объясни, мы все еще не особо понимаем, какая конкретно корова нужна. Все, что нужно было сделать, найти корову. Любая подошла бы. В итоге они добавляли одно условие за другим, пока Мусе не сказал, мой господь говорит мне, она должна быть не приучена землю пахать или орошать ниву. Вот такую вот корову. Им теперь нужно найти. В итоге нашли, и знаете что? Нашли одну корову во всем регионе. А ее владелец не хочет им ее продавать? Они ему говорят, ну нам правда очень нужна эта корова. Почем? Говорит, золото с нее весом. В итоге они столько золота дали ему, сколько она весит. Купили и принесли в жертву. Поэтому Сура Бакара, корова, и называется корова, в этой суре история о ней. В чем же мораль этой истории? Не добавляй ненужные условия. Понимаешь? Понимаешь?